В школе я учился на пять. По математике меня уже практически не спрашивали даже. Потом я поступил на матмех Петербургского университета, тогда был Ленинградский государственный университет имени Жданова. Ну, вся атмосфера тех лет, это 60-е годы, вот куда-то туда подвигала, к идеалу, во всяком случае к знаниям. Цвет науки озарял путь в будущее. Ну, он и сейчас, наверное, озаряет до какой-то степени. Ну, тогда это единственное, наверное, что нас облагораживало и вселяло надежды наука выведет нас на путь строительства коммунистического общества. Это общество самое гуманное, как оно задумано. Не как реализовано, а как задумано. Там гуманная вот эта самая идея, и даже не одна идея, конечно, освещали наше будущее. На Матмейхе параллельно ходил на философский факультет Ленинградского университета. Те годы это был лучший университет, факультет страны, философский именно факультет страны. Там были выдающиеся философы не по званиям, а по результатам их деятельности. Самые выдающиеся. Ну, вот я не знаю, для современных слушателей или зрителей имеют значение эти фамилии. Тем не менее, допустим, вот Тугаринов, Свидерский, потом Каган тогда работал, Кон, там работал Кисель, допустим. Он молодой был, но уже известный. Ну, там были уже более местного, может быть, звучания фамилии, но это были люди, большие специалисты в своем деле. Ну, а я ходил на лекции Свидерского, я и на другие лекции ходил, но мне вот особенно нравился именно этот человек. Я с ним немножко, очень так, кратко познакомился. Ну, и вот то, что он читал, а он про движение, читал спецкурс про движение, мне очень нравилось. И я это воспринял, ну, как само собой разумеющееся. И вообще его подход к творчеству очень органично был для эпохи и для меня лично. Я думал, что вот так, как он излагает свои мысли, это очевидно. И так думают многие, что, в общем-то, оказалось не совсем правильным, ну, или не совсем верным. Не совсем многие, или не все так думали и думают. А для меня это казалось, да, это действительно так. Выдающиеся были схемы, разработанные относительно, например, свой сдвижения. Я вот, это был, наверное, второй курс, я ходил там, куда-сюда, уже на семинарах по философии, на Матмехе. А когда уже пошел второй семестр и был ИСТМАТ, на семинаре выступил, применив эту самую его систематику, свой сдвижения к научно-технической революции. Ну, это для преподавателя, который нас вел, занятий. И сейчас я его фамилию не припомню. Прозвучало как что-то новое такое, он просто вот хлопал глазами, не мог понять, откуда и что это. Откуда я это, мол, списал там или я это вычитал. Я об этом рассказывал на 100-летие Свидерского. Приехал специально на факультет, выступал. Ну, это было в 2010 году. Выступал и рассказал об этом эпизоде. В 2012 году 100-летний юбилей Владимира Спиридоновича Готта. Вот Готт был моим непосредственным научным руководителем уже по кандидатской диссертации. А Готт был заведующим кафедрой философии Московского педагогического института имени Ленина. У него был свой интересный жизненный путь. Но он еще был главным редактором журнала «Философские науки». Это всесоюзный журнал. Он был длительное время главным редактором. Вот он был моим уже научным руководителем. И я, выступая и на юбилей Свидерского, и на юбилей Готта, уже осознал, каково воздействие этих людей на меня. А потом так получилось, что 85-летие другого философа, уже уральского, Исаака Яковича Лойфмана, проходило в Екатеринбурге. Это было в прошлом году. И туда я поехал. А с Лойфманом я общался по поводу моей монографии, изданной в Екатеринбурге, о Свердловске. Да и вообще я с ним общался. Вот я там уже у Лойфмана на этой конференции, посвященной памяти Исаака Яковича, подводил итоги. Тому тоже мои учителя. Я выступал на пленарном заседании. Но я говорю, вот три физика по своему первоначальному образованию, почему-то, не знаю почему, и Свидерский физик, и Готт физик, и Лойфман физик. А я сам не физик. И физики мало что с мыслью. Потому что математика и физика это абсолютно разные. В области познания. И, значит, вот, ну не знаю вот почему. Вот это были мои учителя, я так считаю. Ну, был еще отец философ. Это уже гены. А так вот, учителя, которым бы я прислушивался, которые давали мне ценные советы, это вот эти три человека. Вот Бог Троицу любит. Своей манерой чтение лекций повлиял. Вот он выходил, это было на историческом факультете, хотя философский факультет чуть выше этажами. Ну, вот он читал свои лекции на эстфаке в аудитории, расположенной амфитеатром. Выходил на сцену, там сцена, вставал в позу, похожую с позой, со стойкой боксера. И вот он и начинал излагать свои мысли. Таким задорным видом своим. Показывая, что он готов отстаивать свою точку зрения. Но это не все, конечно. Потому что у Владимира Иосифовича Свидерского основной вопрос, какой он обращал к аспиранту, я не был аспиранта у него, но я потом узнал уже об этом, а это в лекциях не могло не сказаться. Был вопрос, ну, что новенького ты принес? Это первое, с чего он начинал свои беседы. Что новенького, что новенького? А ведь дело в том, что на философских факультетах убеждение распространено, что в философии нового ничего сделать нельзя. Философия, ну, это все то, что уже когда-то было. Аж даже, может быть, у сократиков, у досократиков когда-то было. Вот. И философия сводили к истории философии. Это, в общем-то, и по сию пору распространенное мнение, и тем более, может быть, даже сейчас, именно сейчас, потому что сейчас падение уровня образования наблюдается по всем направлениям обучения в высшей школе. И о какой новизне сейчас, может быть, можно вести речь, я не знаю, я не знаю, новизна. Это очень трудное дело. А тогда такой принцип был – добиваться нового. Но он был не только на философских факультетах, что само собой разумеется, и физики к этому стремились, и другие представители естествознания, и не только естествознания нового. Но в философии это было, но в философии, вот для меня это было органичным, стремление к новизне, не повторению того, что уже кто-то сказал. И поэтому мне не очень интересны именно историко-философские работы, потому что там просто пересказ главным образом идёт. В историко-философских сочинениях тоже можно пытаться найти новое. Это новая интерпретация или открытие того, что было сделано философом, но не было замечено никем из исследователей и так далее. Это можно сделать. Но главным образом, тем не менее до сих пор просто пересказ осуществляется того, что Аристотель высказал, кто-то ещё, кто-то ещё, кто-то ещё. Вот. Ну и очень трудно в историко-философских работах осуществить вот эту идею поиска новизны. Очень трудно. Это надо знать язык оригинала, допустим. Потом надо знать исследователей этой проблемы из разных стран. Значит, надо знать этих авторов. Это, допустим, англичане, немцы, французы, американцы, ещё кто-то, может быть, даже японцы там и так далее. Теперь вот китайцы. Как-то следить за этой литературой, сравнивать. И вот на фоне всего этого суметь высказать уже свой подход, свою интерпретацию, своё понимание. Но это очень трудно. А по нашему вот сейчас состоянию обучения и подготовки кадров таких людей трудно найти. Надо, чтобы у них было желание, возможности. А где такие возможности? Надо, чтобы им преподавали языки, древние языки. Ну, латынь, может быть, ещё будут преподавать. А где древнегреческий, допустим, язык? Где? Вот у вас есть такие специалисты? У вас в УЗИ? Нет. Ну, и у нас нету. У нас нету. Ну, и так далее. И время надо. А где это время? Откуда оно возьмётся? Ну, можно вспомнить Чанышева, Арсений Николаевич, который на кафедре слушает там всякие речи по поводу того, что вот кто-то это сказал, из философа кто-то это сказал, задал вопрос, а вот ты-то что можешь сказать вот про это вот? Сам-то что-то можешь сказать? Речь не идёт о том, чтобы перечислить все концепции, какие когда-то были озвучены. Нет. Этот подход уводит в сторону от сути дела. Если мы имеем дело с объектом исследования, то надо прорываться к нему именно. Именно к этому самому объекту. О нём говорить, а не о том, что кто-то когда-то высказал об этом объекте. и вот такой взгляд, когда мы говорим о предмете или об объекте саму по себе, вот этот взгляд более продуктивный и более перспективен, чем упоминание о том, что кто-то когда-то сказал и так далее, и так далее. Я всегда настаиваю вот на этом как раз, чтобы ты смотри в проблему, в саму проблему. Каково её содержание и что ты о ней можешь сказать. Здесь можно на этом пути получить субъективно новое, вот моё новое, вот я вдруг вот что-то пришёл к чему-то, понял, а потом оказалось, что это уже для тебя известно. Но это единственный путь. Единственный путь. Другой путь возможен, когда я перечисляю имеющиеся точки зрения, но я это должен делать на основе системы. Вот если я построю систему и увижу, что в ней есть белые пятна, какие-то забытые места, вот тут я могу уже сказать, что вот новизна дальнейшего развития мысли лежит в этом русле. Кто-то забыл, что-то не упомянул. Но философии, и не только нам философии, самое трудное это строить систему. И призыв к тому, чтобы ты сначала построил систему, наверное, без перспективы, наверно, не стоит настаивать на этом пути. А вот прорывы, к сути дела, твои прорывы индивидуальные, творческие прорывы, вот это более разумно, мне кажется. А потом будем смотреть, было это или не было этого уже. Вот во всяком случае, это путь, ну, творческий путь, и путь к возможному построению системы. Отечественной науке очевиден кризис. Считается, что главная тут причина финансы, или, вернее, их отсутствие. А если брать мировую науку, забывая о своем отечестве, не болея за него душой, ну, может быть, и о кризисе не стоит говорить. Но, ведь, подождите, значит, у нас в России источник, родник творческой мысли был, но до какой-то степени до сих пор находится. Питаются американские фонды научные, ну, некоторые европейские фонды нашими выходцами, выходцами вот из России, из Советского Союза шире, если сказать. То есть, прилив творческой энергии на сколько-то значительных процентов за наш счет осуществлять, за счет нашей подготовки. То есть, система образования, какая существовала до поры до времени. Ну, и тут еще гены какие-то, гены. Мы знаем, что у нас страна более хаотизирована и по природе своей, и в результате вот этих всяких перестрочных мероприятий. Но вот дело в том, что из этого хаоста может быть порожден порядок, какой не может быть порожден уже существующей организацией. Но это некое оправдание, может быть, не очень лестное, но тем не менее, тем словам, какие были сказаны об источнике творческой энергии. Ну, вот, кризис отечественной науки несколько искусственен, его можно пытаться преодолевать. Те сбои финансирования, какие существуют, может быть, очень даже субъективны. Мы знаем, что финансируется Олимпиада в Сочи, вот эти универсиады в Казани, там еще что-то, что до нас не всегда доходит, финансируется. финансируется вот из этого объема финансового обеспечения. Может быть, более правильно было бы выделить финансы на развитие отечественной науки. Может быть. мировая наука, ну да, вот мировая наука прогрессирует, но тем не менее и здесь есть проблемы в том плане, что прогресс идет за счет перекоса соотношения между экспериментом и формальными методами, в пользу формальных методов. Но мы знаем, что новое время провозгласило как раз опору на эксперимент в лице Бекона. Это физика, английская физика, мощное очень направление в современной даже науке, не то, что науке нового времени. И потом вот этот самый эксперимент в сочетании с формальными методами, что очень даже продуктивно само по себе, был переосмыслен в пользу именно формальных методов. Получился перекос в соотношении того, что может быть, а может и не быть в действительности и в пользу того, и в ущерб тому, что на самом деле есть в действительности. Отсутствие плодотворного подтверждающего или опровергающего эксперимента отсутствие возможностей для его проведения, условий для его постановки. вот это самая глава проблема современной науки. Переход в область воображаемого, виртуального, это опасный путь. современный наук все больше становится похожей на фантастические романы, а ведь это наука, и эти жанры смыкаются, но не подменивают один другого. Вот это проблема, с которой и американцы не могут справиться, несмотря на то, что с финансами там относительно все благополучно, ну, по крайней мере, по сравнению с нами. И мы все, всем миром, всем сообществом человеческим так или иначе, очень даже, может быть, окажемся в мире виртуально. Вот захвачен этим потоком развития современной науки старикосом в сторону формальных методов исследования. Может быть, есть еще то, что называется на самом деле философия есть в какой-то мере в Европе. Допустим, вот среди немцев можно встретить именно философию отдельных, ну, не вписывающихся тенденция развития американцев, может быть. А в целом философия на спаде находится. Философу очень трудно выживать, потому что прагматика подавляет стремление к тому, чтобы получить пользу вот в ближайшее время. А от философа это не надо требовать. Ну, кстати, от математиков то тоже не надо требовать этого. Это превалирует. Поэтому перспектива философии очень проблематичны. Практически это сказывается на состоянии преподавания ее в высших учебных заведениях. Россия может быть здесь не показатель, но мы это знаем именно состояние дел в этой области и сокращение часов в области философии, отношение к ней студентов, которые ведь живут не только сегодняшним днем, но и днем будущем. то есть они имеют соображение относительно того, что будет в дальнейшем и с ними и вот с преподаваемыми им дисциплиной не в пользу философии. Есть люди стремящиеся среди студентов к таким знаниям, какое хранится и развивается в области философии, но их немного, их немного. Ну, может быть, не надо, чтобы это был большой процент среди студенчества. Может быть. Но никто не определил пока еще оптимума в этом плане. Каков процент философов среди тех, кого высшая школа готовит. Оптимально. Такой задачи никто и не ставит. Вообще, вот эта задача Министерства образования, но может быть, не только Министерства образования, потому что Министерство образования это одно звено в системе Министерств. Вообще, политика неправильная в этой области определения того, что нужно, что не нужно. Объяснить можно, почему так, а не иначе. Объяснить-то можно, потому что нет цели особой, во всяком случае, целей, которые бы поддерживалось обществом подавляющим большинством его членов. Вот нету этой цели. Но мы знаем цели, некоторые цели, в частности, предыдущий министр образования озвучил их. Он говорил о том, что нужно перевести высшую школу на подготовку людей, специалистов в области сервиса, а не специалистов в области творческой деятельности. Это было. Но является ли это действительной целью проводимых преобразований, нам неизвестно. Общение с теми единицами студентов, которые способны нас заменить, может быть, и стремиться именно к творческому развитию науки и философии. такие студенты есть. Вот это то приятное, что есть в нашей практике, образовательной практике. Вот вокруг меня тусуются такие люди, я их поддерживаю, и они ко мне тянутся. Меня это радует. пусть их мало, да, да, пусть их немного, но они есть. Я много слышал насчет того, что есть самое интересное в жизни. Значит, вот поскольку недавно совсем был юбилей великой певицы Зары Далухановой, 95 лет это относительно юбилей, могу воспроизвести ее слова, она сказала, что самое интересное в жизни это вот камерное пение, она обладала колоратурой высочайшего класса, допустим, камерное пение. Если говорить о Витгенштейне, который философию бросал, потом к ней возвращался, то Маша Козлова мне говорила, что он пришел в итоге к выводу, а Маша Козлова Мария Семеновна это известный обожатель, ведь к сожалению она скончалась и так далее. Так вот она, он все-таки уже на склоне лет признавался, интереснее философии нет ничего на свете. тем не менее, методологическом А он бросал философию, уходил от нее, и все-таки вернулся. Ну, я думаю, что действительно интереснее философии нет ничего на свете, тем не менее, сошлись на доклад на нашем ежемесячном методологическом семинаре профессор, он доктор технических наук, но очень интересуется общими проблемами, и вот он делал доклад профессор Рудерман, делал доклад, обосновывающий идею о том, идея довольно странная и категорически высказанная, я ее пожалуй озвучу, он сказал, что вы вот такой, все руководители сволочи, но мы с ним договорились, что вот до завкафедры, так сказать, это неправильно, а после завкафедры это да, уже после завкафедры, так вот он делал умозаключение, он исследовал задачи управления, что это самая интересная задача, задача, управленческая задача, потому что там поток новых проблем идет, поток, руководитель не успевает их не то, что решать, даже осмыслить не успевает, но интереснее именно этого занятия ничего нет, хотя, может быть, и сложнее ничего нет. Вот, так что тут много есть разных осуждений, ну, давайте будем считать, что интереснее философии ничего нет. философии ничего нет. Спасибо. Спасибо.